Настоящий праздник у любителей экстремальных видов спорта. Рядом с Фоком на Центральной завершено строительство скейт-парка, профессионального спортивного объекта для выполнения трюков на велосипедах BMX, роликах, самокатах и, конечно, скейтбордах. Был он в Щелкове и раньше, причем прославился на всю страну, панно в стиле граффити с изображением вратаря футбольной сборной России Игоря Кенфеева. То сооружение, увы, пришлось демонтировать из-за его аварийного состояния. Но увлеченные своим делом молодые спортсмены обратились в администрацию округа с просьбой о постройке нового комплекса. Сами приняли посильное участие. Собирали требования, рисовали проект, взаимодействовали с подрядчиками, чтобы те построили именно то, что нужно и соответствовало бы техническим параметрам и требованиям безопасности. Курировал работы Дмитрий Веденеев. У каждой фигуры свое название. Вот это квотер, например. Квотер – это четверть круга. Квотер – пайп. Вот она и есть, как бы четверть круга. Это спайн. Это когда два вылета пристыкованы друг к другу. А это фан-бокс. Коробка веселья. У нее есть вылет и приземление более плавное. В целом все. Есть еще рампа. Это когда она вот с той стороны в углу. Это когда два квотера друг к другу, и человек просто катается туда-обратно. В церемонии открытия скейт-парка принял участие глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Он пожелал, чтобы больше молодежи вовлекалось в процесс занятий, только обязательно с соблюдением мер предосторожности. Я хочу вообще, чтобы в городе побольше спорта развивать. Соответственно, разные компоненты, современные, на разные возраста. И такие площадки, и другого характера будем в этом году и дальше ставить. Чтобы массовый спорт, и такой особенно рассчитанный на молодежь, был очень популярен в городе. Чтобы это спортивная жемчужина под Москвой была. Я всех поздравляю, а ребятам еще раз большой респект. Уже подтвердил слова главы депутат Павел Жуков. Он курирует следующий подобный скейт-парк в городском округе, который уже запланирован. Действительно, вот объект востребованный. И, конечно, спасибо главе городского округа Щелково за участие Андрею Алексеевичу Булгакова. Сейчас чуть поменьше объект будем проектировать в Медвежьих озерах и строить его, тоже воплощать в жизнь в этом году. Поэтому тоже хотелось бы поблагодарить за такую возможность, за участие. Инициаторам и активистам строительства скейт-парка вручили грамоты и подарки. Наиболее опытные спортсмены, многие из которых начинали осваивать опасные трюки еще в старом парке, приняли участие в показательных выступлениях. Сооружение, кстати, начального уровня сложности. Здесь можно проводить только любительские соревнования или обучать новичков. Несмотря на название скейт-парк, оно больше подходит для кик-скутеров, они же экстремальные самокаты. Но и любители BMX, фристайла и скейтбординга не должны забывать, что это олимпийские дисциплины. И почему нет? Возможно, будущие чемпионы окажутся родом из Щелково. Мы очень рады, что построили нам такой скейт-парк. И, в принципе, недалеко от дома. Вот. И мне все нравится. Что сказать? Я очень рад, что такую красоту нам построили. Наша прекрасная администрация. Для уровня регионального парка это просто бомба. И парк стал просто идеальным местом для тренировок для всех взрослых, маленьких. Спортивное ядро на Дальнем Воронке является центром притяжения не только спортсменов-экстремалов. В частности, после открытия скейт-парка Андрея Булгакова и Павла Жукова пригласили сыграть в уличный баскетбол. Их команда, усиленная местными ребятами, одержала победу. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.